Сейчас мы встретимся с Максимом, он был у нас в предыдущем подкасте, и вот он сегодня к нам приехал и решил поделиться, что же у него произошло с тех времен, когда он решил пойти в открытость, в доверие, то, что мы обсуждали, и как выстроился его бизнес, как он начал свое дело, и как он уже помогает музыкантам, как он написал даже свою песню, уже вот все, что у него сейчас происходит, он сейчас расскажет, чтобы было понимание, да, что мы не просто планируем что-то, но и каждый человек может делать, и если он это выбирает, у него все получается. Сейчас познакомимся с историей Максима, уже часть номер два. Так, Максим, да, встречаемся снова с тобой. Смотри, с нашей, наверное, встречи прошло сколько, недели 3-4? Мы с тобой записывали подкаст, который еще не вышел, но когда будет этот подкаст, он уже вышел, можно будет посмотреть по ссылочке. Ну, так как у нас сейчас спонтанно идет запись, я не готовился, но расскажу, какие результаты. На следующую неделю с начальником производства я выстроил взаимоотношения, объяснил, что я хочу выйти из операционки, и что имею в виду, из каких операционок. И поддержал его, что будет сложно, но я рядом, и сейчас начальник производства звонит мне и консультируется. У нас роли ушли, что я начальник-надзиратель, у меня роль помощника-наставника, он мне звонит без страха, говорит, что как есть. И когда он мне в этот раз сказал, говорит, Макс, не переживай, выходные ночью будем делать, мы сделаем 100%, не переживай. И я даже вообще выключился из процессов, не контролировал, вообще не звонил, и оказалось, что они выходные работали допоздна, и когда в понедельник он мне позвонил в момент монтажа, они в 8 часов утра уже были на объекте, и в 4 часа утра они выехали. И они организовались сами полностью на личной заинтересованности. Передал ответственность? Да, они действительно взяли ответственность, начальник производства взял ответственность на себя и также собрал команду и разделил эту ответственность с сотрудниками, чтобы он не гонялся за ними и не заставлял работать, а действительно, чтобы они понимали, от них зависит своевременность сдачи объекта, значит, зависимость, своевременность денег тоже появляется. И он включил команду в работу, не когда он один во всем там виноват и везде пашет, а он разделил эту ответственность уже между коллективом. И для меня это такое большое спокойствие. И он сам это сделал, да? Не ты ему сказал, что надо. Да, потому что несколько лет мы пытались что-то делали, и все говорили, ну тебе нужно выйти из процессов, не мешать. И я выходил, вроде не мешал, смотришь через месяц какой-то хаос. А тут у меня та же самая история, но модель моего поведения, она поменялась. И она поменялась кардинально, потому что я понял, что мне не нужно строить из себя злого начальника или правильного начальника. Я пришел с советом, слушай, как думаешь, что нам нужно сделать, какое мое должно быть участие, чтобы я не мешал. Я могу быть советчиком, консультантом. То есть я человек, по сути, сбоку, но вы можете сделать все, не обращаясь ко мне. Я сделал простые действия, я объяснил, что сумма до 50 тысяч со мной не нужно согласовывать, закупки делайте без меня. Не нужно отчитываться, ну прям в сложной форме, отчитывайтесь тезисами, в конце месяца можно общую таблицу мне давать. И простые вещи, которые раньше пробуксовывали, здесь первое, что открылось, это доверие. Я понял, что это блок, и не уходя в доверие, я, по сути, блокирую сам себе возможности развиваться. Я ушел в доверие, но доверие с правильным контролем, не надзирательством, а некими точками, что давай договоримся, что раз в неделю мы делаем короткий отчет, чтобы я понимал, что мы идем по курсу, там фотоотчеты, ну и можешь просто раз в день мне звонить и говорить, Макс, все нормально, все окей, проблем нет, этого достаточно. И мы сейчас общаемся как начальник производства, и я как руководитель, наставник, я не начальник, я не надзиратель. И это чувствуется в голосе, человек идет с легкостью на контакт. И благодарю Сергея, что он именно подключился вот в эти процессы, как человек, который готов взять на себя ответственность и ее нести. И это было для меня, конечно, удивление, что доверие – это не всегда то, что я думал. Раньше какой у меня опыт? Ты доверился, тебя обманули, украли и так далее. Естественно, это только первый опыт, и я понимаю, что есть классные качества у человека, и он не готов уходить в какие-то сложные дебри, в какие-то мошеннические истории, где-то обманывать, но он может где-то ошибиться. Вот моя задача – объяснить ему, что не нужно взваливать все на себя. Если я нужен либо какой-то специалист, я ему разрешил найти специалистов, кто может помочь. И он такой – эгэгэ, справимся. Он теперь меня подбадривает и говорит – нам надо больше заказов. То есть, он говорит – мы сейчас разгонимся, но надо больше заказов. Я такой – вау, и теперь я включаюсь в процесс, но не как раньше, там все сидеть, одностраничник. Я ищу спецов. Типа, ребят, возьмите, не получится, найду других. То есть, я не пропускаю через себя. И я понял, что раз я плохой сотрудник своей компании на определенных ролях, то меня стоит уволить. И я уволился. Класс, теперь занят любимым делом. Слушай, вот получается, у тебя как разлучилось, да? Ты в доверие сам пошел, передал. И, по сути, ты сейчас, твоя задача как наставника – научить его тоже в доверии быть. В доверии к сотрудникам, в доверии ко всему тоже передавать. Потому что частично там то, что было у тебя, у него тоже есть. Но его трансформация быстрее пройдет. То есть, тебе потребовалось много-много лет, а ему сейчас там может быть один-два месяца. Он так сильно не обжигался, как я. И ему будет легче. Я начал проводить консультации, я начал проводить наставничество, я начал проводить ролевки. Сначала это было просто в помогающей истории, просто бесплатно. Мне важно было получить быстрый результат и отработать гипотезу. Вообще работает то, что я говорю и транслирую. И работает. И оказалось, в первый вечер я предложил девушке наставничество. Она сопротивлялась, отказывалась. И я сделал такой оффер, от которого было глупо отказаться. И к концу вечера мы должны были там заработать. То есть, я вошел, я понял, что у них отсутствует коммерческий директор. Это девушка-музыкант, творческий коллектив. Они поют, кавер-группа. И они не могли повысить чек. То есть, для них был внутренний блок. И я в этот же вечер взял на себя роль коммерческого директора. Спросил контакт клиента. Задал три вопроса, которые меня интересовали. Тут же позвонил. Она кричит такая, время 8. Куда ты звонишь, да? 8.15, уже поздно. Никто не работает. Пскове все до 6. Я говорю, я не знаю, в Москве я работаю до 9. У меня еще рабочее время есть. Ну, а дальше не мои проблемы. И я звоню, через полторы минуты я с девушкой договариваюсь, что концерт будет, который уже согласован, его отменить. По сути, можно взять другую группу. Но я договариваюсь, что мы продаем на 70 тысяч дороже этот концерт. Плюс еще другой концерт продали на 50 тысяч дороже. Девушка соглашается. Естественно, она немножко огорчается. Но мы выстраиваем так взаимоотношения, что я говорю, ну, вы поймите разные ситуации первый раз. Вот моя задача отвечать нам за финансы. Творческий коллектив работает всегда в минус. А, ну что, они в минус не ушли. А расстроилась та девушка, которая договорилась. Пахла. Да, я сказал, ну, мы же уже под вас. Я говорю, я все понимаю, просто ситуация следующая. Объяснил ей коротко, я говорю, ну, вы же предприниматель. Это не прямой клиент, это агентство. Я говорю, вы же предприниматель, вы же понимаете, что есть риски. Моя задача не допустить риски, потому что это губительно для коллектива. Там 6 человек, семьи, дети. Ну, то есть я не могу так отнестись. Поэтому я хочу с вами договориться. Давайте варианты. Я ей предлагаю варианты. Она говорит, ну, в принципе, у нас есть смета. Я подумаю, откуда... Где-то смета, где-то бартерн, где-то билеты. Да, я подумаю, где изыскать резервы, чтобы вам доплатить. Мы договорились плюс 70 к концерту. Концерт стоил 130, я говорю, будет стоить 200. Уже согласован. Да, девушка на следующий день позвонила и говорит, вы знаете, очень тяжело 70, но мы будем искать. Я говорю, я понимаю, что тяжело. Давайте мы эту ответственность разделим на двоих. 35 вы найдете, где взять, а 35 мы уже подумаем, как там закрыть из своих резервов. И она была счастлива. Она благодарила меня, что мы согласились разделить 50 на 50... Ну, ответственность я это так назову. И она была счастлива. И тот случай, когда клиент заплатил больше, и он доволен, что ты ему предложил вот такую историю. И ребята уехали в Псков, а вечером они вдохновились, помогли мне написать песню. А, ты же песню написал еще. Музыку под мои стихи. Они напели, я еще сам не пел, но сейчас они делают музыку. Это первая демо-версия. И они настолько вдохновились, что они это могут делать. Я говорю, ребятки... Они могут на концерте спеть песню твою? Да, они как раз и будут выступать. Ой, блин, так это будет такая история, ты чего? Мы уже билеты им купили. Вчера платили билеты на всю команду, на приезд. Уже выбрали зал. То есть полностью... Это за один день мы это все сделали. За один день собрали команду. Оказалось, что люди рядом, которые нужны. И я сам вдохновился, что я могу делать такие крутые результаты. Очень круто. Идем точно в концерт. Мы поменяли формат. И я думаю, если мы сделали сейчас такой результат, что можно сделать за два месяца подготовки? Мы программу сделали. Потом я проводил другие встречи. И вот так вот на раз-два находил ключевые точки. Не в долгую. Вот у человека есть задача 100 тысяч заработать за неделю. А она планирует там система, СРМ. Я говорю, ну невозможно. Ручками самостоятельно раз-два-три. Объяснил, как сделать ей переупаковать услугу, девушка-массажист. И она такая, точно, именно этого не хватало. И все. И я провел, наверное, 5-6 консультаций. Провел 5-6 консультаций. И понял, что работает моя гипотеза, как я могу быть полезным со своим опытом. То есть как позитивным, так и негативным. Потому что негативный опыт говорит о том, куда не стоит идти. Где риски превышают здравый смысл. А позитивный опыт говорит, что это работает. И почему бы не попробовать на твоем бизнесе, на твоем ремесле эту историю. Ну, я вообще, конечно, в восторге от того, что происходит в моей жизни. И я реализуюсь как наставник сейчас. И мне это очень нравится. И вчера я также был помощником у Алексея в группе Мастер Майнда. Вот смотрел, организовывал и помогал ребятам включиться в процесс. То есть у Алексея есть тоже много чему научиться. Да, а мы друг у друга учимся. Потому что мы выбрали такую модель и сразу договорились, что давай мы будем дружить. Мы давай сделаем что-то совместное и заработаем. Мы уйдем от этой модели, когда люди пытаются друг другу что-то продать, друг на друге заработать. Это неправильная модель. Потому что я тебе не могу на сегодняшний день дать то, что тебе нужно. Может быть, ты можешь дать. Но это в другом формате я сейчас получаю. И мы просто решили, а давай делать вместе. И это очень классно откликается. Нет внутренних блоков и идет внутренняя честная дружба. У вас, похоже, получается такой путь, что вы из бизнеса прошли и пришли именно в работу. И у обоих очень классно получается. И много же таких людей тоже, кто в таком состоянии, положении. И вот это здорово. Конечно. Очень классно ты рассказал эту историю. У меня потрясающий кейс для себя. Мне же не нужно на витрину сейчас это выставлять. Но я понимаю, что я внутреннюю уверенность получил. Это не твои рекомендации, не коуча. Это мой личный опыт. Это самое драгоценное. Но ты меня в эту тему плавно ввел. Ты мне сказал вот так. И это было мягко для меня и для людей. Один человек сделал предоплату, кстати, за мое наставничество. На следующий день или через день начал сомневаться. Я говорю, слушай, я вижу, ты сомневаешься. Либо такие проблемы, либо такие. У меня есть заказ. Вы можете взять заказ и полностью фактически окупить свое наставничество. И он продолжит свои сомнения. Хотя я ему сказал, независимо от наставничества, я вам дам заказ, потому что ребята классные. Он продолжит сомнения. Я говорю, парни, я и в наставничество вас не возьму. И не дам заказ. Потому что столько сомнений в единицу времени. Ты даже не взял тайм-аут, подумать денек, второй. Я же не ограничивал по срокам. Если столько сомнений и желания убежать, то лучше давай я верну тебе предоплату. Это спокойнее для тебя и для меня. То, что мы сейчас обсуждали как раз. Мне нужны люди, которые готовы действовать. Не буду я за вами гоняться, уговаривать, потому что результата не будет. Я не хочу, чтобы ваш результат стал моей целью. Потому что я буду бегать за вами и говорить, сделай то, сделай это. Ну, бессмысленно. А вот девочка Аня. Аня, огромный привет, если будешь смотреть это видео. Она вообще в восторге. Потому что она открылась, она ушла из своих страхов, из своих болей. И она говорит, блин, а мне откажут, что же будет, как же. И все. Я говорю, давай сценарий проработаем. Если откажут, как чего. Ну, у вас время высвободится, по сути, неделя. Мы продадим другому человеку. Задержит 200. Ваш концерт. И они ни разу в своей жизни за карьерную деятельность не брали предоплату. И никогда не заключали договор. Это первый раз, когда я заключил договор с клиентом, помог им. И первый раз мы взяли предоплату 30%, потому что они попросили 50 много нам морально, давай 30. Я говорю, ну, хорошо, давайте 30. И все. И мы сделали кейс. И после этого я ей говорю, слушай, если чувствуешь, что это нечестно, давай клиенту вернем деньги и вернемся к старой модели. Он говорит, не-не-не-не, это уже неправильно. Мы уже в другой модели живем. Так, Максим, у меня к тебе еще один тогда клиент есть. Да. У меня есть девушка классная, которая поет, певица. Так. Вот. И у нее такая же тема. И у нее своя концертная программа очень классно поет. Но вот она тоже такой творческий человек. Я просто с ней, ну, у меня переговоры были, я с ней консультировал, помогал. Я понимаю, что вот на том месте, где ты подключаешься и уже как концертный директор что-то делаешь как-то, вот у меня уже там, ну, не хватает. То есть это не мои компетенции, да, мне уже менее там интересно. Вот, если у тебя прям творческих людей, там, музыкантов, ты можешь так вдохновлять, у тебя получается... А я же сам творческий, я же пишу стихи, сейчас первую песню мы делаем. Я понимаю, как это работает. Ниша как будто образуется. Да. И я думаю, что прям надо тебе с ней делать. И вчера была на мастер-майнде девушка, она поэтесса, музыкант и фотограф. И самое интересное, что у нее были определенные убеждения, сколько должна стоить ее фотосессия. И в моменте мы протестировали, опять же, помогли гвозди, ну, вот это включить честность через вот состояние. И пройдя гвозди, я ей определенные, ну, попросил действия сделать, продать в моменте свою услугу на 5 тысяч дороже. Фотосессию не за 5 тысяч, а за 10 тысяч. И предложить ребятам окружающим. А это же самое сложное, когда ты в кругу людей, которых ты считаешь друзьями, и у тебя состояние, что ты, ну, ты же сейчас будешь впаривать людям на 5 тысяч дороже. Потому что я еще с друзьям. И это друзья. И все знают, да? А после гвоздей у нее такое состояние, что, блин, теперь я смогу все. Я говорю, ну, давай сделаем вот так, вот так. И она получила предоплату, если я не ошибаюсь, от 4-х человек. Но она получила предоплату не столько даже за фотосессию предстоящую, а помимо этого она еще получила предложение более масштабной работы. У Алексея там задача отфотографировать множество нарядов, одежды, образов для продажи. Супруга занимается, ну, дизайнерской одеждой. У Алексея, по-моему, там задача отфотографировать интерьеры, потому что он занимается ремонтами, стройкой. И ей предложили уже перспективу работы большую. И она этого не понимала, ну, вчера не поняла, потому что была в таком немножко стрессе. Но у нее есть уже будущее. И мы с ней проработали тему, как классно она стихи пишет вот так на лету. Она видит человека, пообщается и стихи пишет. И вчера мы общались, и говорю, а представляешь, после фотосессии ты пишешь человеку стих, отправляешь альбом, стих, можешь спеть песню. И он просто проживает этот образ через песню. И вчера девушка Катя, Антон и Алексей говорят, блин, а мы хотим со стихами. Они настолько заразились, что уже просто фотосессия их не устраивает. Ира рассказала стихи свои, свои песни пела и вдохновила их. И это ее уникальный оффер, который она может преподносить. И я бы тоже кайфанул на фотосессии, если человек помог мне мои слова даже или мои мысли просто сформулировать в стихи. Либо мой стих придумать совместно, ну, через проводника, либо сделать стих для меня. Ну, это очень круто. И мне нравится с такими творческими людьми общаться, взаимодействовать. Ну, и песню ты придумал, тебе написали вместе с тобой. Да, я написал стихи. Написал стихи в тяжелый период жизни, когда был конфликт с родителями. Когда я, ну, по сути, получил такой некий отказ от общения со мной. И я написал стихи. То есть в эту ночь от стресса у меня родились стихи. И я всегда думал, что я хочу сделать песню на эти стихи. И когда мы с Аней встретились, и я фактически закрыл их проблему. Я говорю, ребят, вы же музыку делаете. Вот у меня есть стихи. И они тут же сели за пианино. И тут же напели. И в час ночи мы сделали, ну, музыканты называют это рыба. Мы поймали. Я им сказал тональность. То есть ты чувствовал внутри, но ты не мог бы произвести. Да, я им дал референс какую музыку. Включил какие-то примеры. Музыку такую. Там между куплетами вот такие должны быть. Ну, какие-то. Вот музыкальная такая пауза. И они тут же это делают, знаешь, на ходу, как волшебники. Я такой, блин, а сколько это стоит? Давайте доделаем. Они говорят, мы просто настолько вдохновлены. Мы сделаем это не из-за денег, потому что мы горим твоей идеей. Я говорю, ребята, я хочу видеть вас на своем концерте. Я говорю, я вас из Пскова привезу. Жилье организую. Потому что то, что вы делаете, это за гранью просто услуги музыкальной кавер-группы. Это история, когда ты вдохновляешь человека через любовь к своему коллективу, к своему труду. Они вообще потрясающие. И вот сейчас у нас идет такая бурная деятельность. Я помогаю им, я их не оставляю в покойке, потому что мне важно, чтобы они вышли на свои результаты 200 тысяч плюс в месяц. Супер. Вот и карьера наставника, который ты хотел, а прошло буквально чуть-чуть. Ты уже прям пошел и делаешь. Месяц, да, почти месяц прошел. Спасибо, что поделился. Да, вот у нас после общения, да, у нас много общения, да, мы дружим уже очень долго. И вот подкаст, и вот после того, как идешь в правду, после того, как открываешься, когда понимаешь систему, это у меня было так же. Я очень рад, что у тебя так же идет. Когда ты идешь к истинному себе, дальше у тебя уже нет вопросов, какие-то преграды или что-то еще. Ты это видишь, чувствуешь. А это же, знаешь, такая история, когда ты уже принимаешь, что то, что случается негативного и позитивного, это часть твоей жизни. Ты бесконечно можешь прятать это в чулане, в шкафу, и всем показывать только успешный образ. Но это бессмысленно. Ты как, знаешь, такая холеная обертка, такая вся блестящая, хорошая, но понятно, что внутри что-то не так. И мне просто пришлось этот образ развернуть и сказать, ну, вот я такой. Есть и хорошее, и плохое. Я и ошибался, и делал что-то классное. Хотите, осуждайте меня. Хотите, сплетни собирайте. Какая мне разница? Я же живу свою жизнь, и все, и мне кайфово. Поэтому вот, блин, я жду не дождусь, когда я поеду в Псков, чтобы исполнить свою песню на музыку Анны и Паши. Потому что это такой творческий союз у нас будет, и они мне помогут ее сделать. Я прям уверен в этом. Супер. Так что ждите. У меня аж мурашки. Знаешь, такое состояние, когда твоя жизнь меняется, хочется передать этот опыт и это волнение. И сказать очень честно и правдиво, что жизнь одна, можно ее проживать для кого-то, быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой, успешным бизнесменом или наоборот неудачником, строить какой-то образ. Или попробовать, наверное, поговорить с собой на чистоту и признаться, кем ты хочешь быть, кем ты являешься, как ты можешь исправить свое негативное убеждение, свое состояние. Прошлое изменить, кстати, это большая ошибка, его изменить нельзя, оно уже в прошлом. Но можно создавать настоящее и можно визуализировать будущее. Вот просто через честность с самим собой можно попробовать, не скажу, что получится или не получится сразу, но можно попробовать визуализировать будущее через действия в настоящем. И идти, наверное, к жизни своей мечты и жить, жизнь своей мечты. Вот у меня это получается, поэтому рекомендую попробовать. А методик очень много. Я для себя нашел гвозди, медитации, различные эзотерические практики, встречи с людьми. Методик много. Какая из них как сработала, я не знаю. Но раз это мне помогает, я просто в это окунаюсь. Плюс классное сообщество и классные друзья, которые поддерживают. Спасибо. Спасибо тебе огромное.